Приветствую вас, давайте мы с вами для начала прочитаем ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, как изменить общество по отношению к тебе, если уже сам поменял своё мировоззрение? Во-первых, какое общество вы имеете в виду, потому что общество бывает разное. Что именно в обществе вы хотите изменить по отношению к вам, и что именно вы поменяли? То есть, понимаете, вот есть такое ощущение, да, что у вас идёт некий процесс, и мы вот просто решили какой-то частью этого процесса поделиться с нами. Но мы же не знаем, с чего начался процесс, куда вы стремитесь, поэтому здесь как-то затруднительно. Что ещё можно сделать, спрашивайте, вы, нужен дельный совет, и заранее спасибо. Ну, вам нужно знать, что психологи не дают совет. По крайней мере, примыть совет психологи точно не дают. Это не профессионально, неэтично, и самое главное, очень не вредит клиенту. Поэтому, извините, здесь есть проблемы. Дальше. Общество, любое общество, это совокупность определённых традиций, определённых, так сказать, привычек, определённых стереотипов и ритуалов. И если вы говорите в целом про общество, то вам нужно для того, чтобы общество поменялло к вам отношения, вам нужно быть либо полезным обществу, либо целиком и полностью слиться с этим обществом. То есть сделать так, чтобы оно вас приняло. Подчиниться всем его законам, подчиниться всем его ценностям. Вот. То есть стать идеальным членом этого общества. Разделить ценности общества. И так далее. Вот так вот. В принципе. Я думаю, то что можно сказать ещё раз, очень много зависит от того, что именно вы понимаете под обществом. Какое общество вы имеете в виду. Это очень важно. Потому что общество разное бывает. Если мы говорим про общество, например, какое-то глобальное общество, то в глобальном обществе для вас дела нет. Если мы говорим про общество как страну, то как бы стране тоже на вас плевать. Если мы говорим про коллектив, допустим, что в коллективе, тут есть куча нюансов. Понимаете сразу. Вот такая вот история. Опять же, важна цель. Потому что вполне вероятно, что назвав цель, ради которой всё это делается, вы увидите, что к этой цели вы не придёте. И что ваша цель, она в некоторой степени ложна. Ложна. Вот и всё. Поэтому ещё раз, тут надо определиться, что за общество. Во-вторых, изменить отношение к вам, к обществу. То есть это вот такая группа людей. То есть вы воспринимаете людей только как групп. Соответственно, вам нужно сделать что-то, что так же было бы обращено к группе людей. Если вы будете делать что-то для конкретного человека, и по отношению к конкретному человеку, ну вряд ли вас конечный результат устроит. По крайней мере, он будет весьма неоднородный, и есть риск того, что вы членов этого общества либо поссорите друг с другом, либо отношение членов общества будет к вам различаться. Вот, очень сильно. В целом, максимально неопределённый вопрос вы задаёте, Сергей, с кучей, ну и не с кучей, конечно, но с некоторыми лексическими, терминологическими ошибками, на мой взгляд. Вот, поэтому для начала надо разобраться в том, насколько верно и насколько аутентично вы выразили свою мысль. Потому что у меня есть такие сомнения по поводу того, что вы адекватно смогли здесь выразить. Вот, и дальше уже напрячь, что вам нужно. То есть, ну, как я уже сказал, психолог советов не даёт. Что значит, поменял своё мировоззрение. То есть, у вас было одно мировоззрение, вы его поменяли на другое? Зачем? Если это делалось для общества, то нет, вы его не поменяли. Если вы его поменяли сами, ну, на общество вам в данном контексте будет как-то всё равно. Потому что вы не переживаете свой собственный личный опыт. Да? Ну, вот. Изменить отношение общества к вам для чего? Чтобы что? Куда? Какое направление этих изменений? То есть, максимально неопределённый вопрос, Сергей. Вот. Поэтому, вы либо добавьте дополнение, либо выберите себе психолога и поработайте. Поработайте лично. Это всегда лучше, эффективнее. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.